360 гектаров. Такую территорию рядом со стадионом Самар-Арена предстоит комплексно застроить и благоустроить в ближайшие несколько лет. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, данная площадка уже является одним из центров притяжения жителей и гостей города. Теперь задача стоит в том, чтобы дать новый импульс развитию данной территории. Спортивные площадки – зоны отдыха для детей и взрослых. По задумке организаторов конкурса, возле Самарского стадиона должна кипеть жизнь. Территория, которая сегодня обсуждается, для города крайне важна. И я очень надеюсь, что лучшие творческие умы, что лучшие архитекторы примут участие в этом конкурсе. И мы получим территорию, которой будем долгие-долгие годы гордиться и представлять ее нашим гостям и, конечно, жителям города. Международный конкурс пройдет в два этапа. До 20 марта оргкомитет соберет заявки и портфолио. Выбирать победителей первого этапа будет профессиональное жюри. В его состав вошли представители органов государственной власти региона, эксперты в сфере экономики, недвижимости, городского планирования, архитекторы. Председатель жюри – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во втором этапе определят трех финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Участникам предстоит сформировать мастер-план развития территории возле стадиона. Общий призовой фонд конкурса превысит 14 миллионов рублей. Нам не нужна архитектура в чистом виде. Мы не проводим бумажный конкурс. Мы хотим получить практикоориентированное решение, которое поступит в работу региона и будет реализовано затем. А для этого конкурс должен быть максимально приближен к реальности. И все, что в нем разрабатывается, должно быть экономически обоснованным. При формировании плана развития территории возле Самар-арены планируется узнать и мнение жителей региона. И уже на основе поступивших предложений сформировать концепцию. Итоги международного конкурса подведут летом. Лариса Шалафаст, События.